20 казахстанских офицеров отправятся за рубеж, чтобы участвовать в миссиях ООН. Постановление об этом сегодня приняли депутаты обеих палат парламента. Сенат и Мужелис проголосовали единогласно. В скором времени отечественные военнослужащие уедут служить по контракту в четыре страны. Это Гаити, Кот-де-Вуар, Западная Сахара и Либерия. Как сообщил министр обороны Казахстана Дельбек Джексебеков, наши военные будут работать в качестве наблюдателей. У них не будет при себе даже оружия. Их главная задача – мониторинг ситуации для экспертов ООН. При этом глава оборонного ведомства не исключил вероятность риска и потерь. Скажу прямо, такая вероятность действительно существует. Мы направляем военнослужащих в регионы, где существует конфликтная ситуация, где сама военно-политическая ситуация нестабильна и связана с определенными рисками. Но это на самом деле, прежде всего, сейчас я хочу отметить, что наблюдатели не участвуют в самих этих конфликтах. Они даже, в общем-то, без оружия направляются в эти миссии. В Минобороны также сообщили, что все офицеры придут служить на добровольной основе. Более того, письменное согласие должны дать их родители и жены. Известно, что заработная плата контрактников будет в разы выше той, что они получают на родине. При этом сумму оклада эксперты не уточнили. Срок службы один год, но контракт можно продлить. Отбирать военных будут строго. Во-первых, это, конечно, физическая подготовка, моральная подготовленность, это наличие опыта у этих офицеров, это, конечно, знание языка. Потому что это полевые условия, там надо разговаривать, обеспечивать коммуникацию, и у них должно быть знание английского языка. Конечно, их будут консультировать, их будут готовить перед отправкой, будут соответствующие какие-то подготовительные мероприятия. Я думаю, что у нас очень много достойных офицеров. Я не думаю, что у нас будет проблема с отбором кандидатур. Продолжение следует...